Девушки отдыхают 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 хворост упал, мы представляем как глаза закатил, стоит, лицо побледнело, а что с ним? Тихо, братья, Бог открылся ему ну как Бог открылся, ну конечно, что нас монахов много мы хорошие, у нас мандра, стена мандра, архимандрит это за стеной, и братья стали спрашивать, когда он говорит, так батюшка не отвлекай, а тебе речь идет вот подошел ласкается к ним и что дальше было, он говорит, братья что я видел? Я увидел ров громадной, громадной длины и глубины и там тьма непроглядная, никто никого не видит, люди идут и лбами друг от друга стукаются, это монахи и начинают карабкаться, и никто не долазит единицы только вылезли оттуда ну какой более ясный сон, церковь приняла это как откровение, пахоми принял как откровение монахи приняли как откровение, и что вылезли и опять засунулись туда что делается с нами-то? батюшка был где-то на Афоне разговаривать дорогой нельзя за столом? Нельзя считает жития, в которых ну, надо просто по крошке собирать евангельское учение птицы слетаются подобным себе ну можно однажды сказать себе, черное и белое это разница все-таки есть или нет вот этого спросить, черное и белое он отличит давай я спрошу Варлан, покажи, где белая полоска у него белая полоска вот это а где голубая? синяя вот он знает белая и черная и явились, говорит, ангелы которые мужи в белом одеянии монашиство все в черном это не я придумаю это одеяние такое вы не увидите, чтобы монахи в белом одеянии подвязались они вот так вот одеты как мы это говорит о чем? о ангельских чин профессор выступает и говорит есть которые ангельских чин приняли у нас уже студенты а есть те, которые совершили человеческий образ человеческий образ Андрей Кураев пишет перебираем все ему на него показывают что он у меня приезжал брал мои книги он берет от вас он говорит так там целые пласты говорит, я открыл он ничего, говорит, Игнатия не придумал и так написано и он говорит, за две тысячи лет ни одного не канонизировали мирянина мирянина-то неправильно ну простец, который в миру почему? потому что монахи захватили всю власть теперь неженатый епископа нету а Петр женатый Петр не прошел бы сегодня на епископа почему, говорит, не поставить так вот он жил нарожал детей работал где-то на таможенной службе и взяток не брал да ты же святой почему Петр Первый когда ставил, говорит, таможню образовывал и говорит награду назначить зарплату самую малую выбрать самых наглых туда эти псы сами себя прокормят он заранее знал что они там будут делать на таможне почему не показать женщина вот она была рожала детей воспитывала для Бога из них хорошие граждане получились земледельцы почему не канонизировать? да как так? очень просто он сидит и вот мечтает а если такой, как я? ну нет такого, как я как, чтобы так подвязался? а ему просто сказано не мысль о себе вот эти деревни такая, тут 20 дворов и тут увидишь с какой стороны зайдешь первый дом зайди и она тебе что-то скажет а что, выше меня? а там посмотришь ведь монахи двое-то вместе не могут жить им на нурагожке спать нельзя они, говорит, всю жизнь только боролись в пустыне с анонизмом Андрей Кураев показывает для 2000 лет ни одного если, конечно, его не казнили если мирской человек взяли какого казнили пытали такие есть а чтобы нормально жил как монах нормально умер нет а если монастырь основывает уже святой вы однажды только вот прочитайте внимательно слово Божие а потом сравните мы читаем 28 глав деяния апостолов в лагере были по стихам 28 глав больше нету их там а это деяния апостолов для того сгордеяния Духа Святого практически ничего нету чтобы можно сказать а у нас так же нет этого вот вот Павел вышел к реке с ним прощаются и падают на шею и целуют я простое говорю тут никакого где вы видели что вы прощались с митрополитом или с патриархом ну патриарх-то и падали ему на шею да вы что с ума сошли мы только кланяемся этому автомобилю членовозу колесами его говорит кланяемся вот сейчас есть надежда православия Тихон Шевкунов говорили он духовник Путина его быстренько поставили епископом и сейчас уже он митрополит уже может быть за этим патриархом будет где-то включите его к себе в молитву включите чтобы его никуда не свихнул сатана уже сейчас понимают что ему не устоять фильм поставил как Пало и Византия это сродни к тому как мы вот возвращаются послы мы были в Византии как на небе это считается похвалу пошли люди язычники некрещеные никогда они не исповедовались не причащались они ничего не знают язычники стопроцентные и они были на небе на каком когда к верующим Павел говорит глаз не видел уха не слышал и нельзя даже на сердце не приходило ни один писатель не опишет а теперь взяли они были как на небе ну как на каком небе на языческом вымышленном а если бы в это время Павел где-то проповедовал дому где не было бы ни ладана для ноздрей ни что-то дали ни красоты ни ризы они приняли бы это так что ж у нас такое Владимир тут делает вино оттуда тоже притащили мы должны сегодня пройти этот путь мысленно умом кому мы слетаемся птицы слетаются к подобным себе вы слышали такое птицы и они находятся и голуби все время слетаются голубям с воронами от вороны ходят грачи летают ни один голубь рядом не сядет и голубь ко мне не залетает оттуда только вот люди точно так же я неоднократно удивился этому есть пословица я тебя не знаю но скажи кто твои друзья я скажу кто ты я по друзьям определю кто чем они занимаются твои друзья в первую очередь на субботне богослужения их не бывает нету они им это не нужно а зачем оно ему нужно оно уже воскресное евангелие все считается дальше на занятиях никогда не бываю на собраниях загляну да и убегу я посмотрел друзей пятеро такие я тебе понял кто ты такой кто когда были в лагере у нас просили написать характеристику ну подходит человек и просит как написать я говорю кто твои друзья ну вот это братья есть есть а с кем хороших отношений да вот с этим братом я лучше а мама мама тоже ну папа не со мной я пошел мама напиши характеристику на твоего сына семь человек набралось теперь я ему пишу характеристику мама прочитала как будто бы вы с нами жили а почему я взял семь человек я сам не пишу характеристику я узнаю друзей а как друзья тебе думают а те друзья я спросил хорошие люди очень даже вот они показали тебе что ты никакой нигде ты в руководящие не пойдешь падает кто-то пал пускай как у старобрядцев говорят тысячу лет до нас лежало пусть дальше лежит такого писания нету 3.18 из Икеиля вот кто слышит у старобрядцев скажите им а почему написано так если видел брата согрешающего и ты не помог не обличил его он погиб но его кровь я с тебя взыщу а что непонятно его кровь ну то есть он погиб кровь пролилась я вам сегодня дам газетку прочитать ну просто случайно здесь беру для костей рыбных и гляжу из-за леденца погиб мальчик заголовок довольно интересный а что это такое так это что-то я не то вытащил вот ну-ка подойди сюда просчитай Ирина немножко убить ребенка за карамельку надо разрезать послушайте внимательно а то урок громче повторю сейчас в селе вторая пятилетка Тогучинского района Новосибирской области есть такой район 13-летний убил пятилетнего мальчика 13-летнего пятилетнего за несколько сосательных конфет лимонада Новосибирск тело ребенка с разбитой головой небольшой рощи у пруда обнаружили дети скоро на месте было все село в нем было всего 60 дворов прибыли сотрудники милиции и прокуратуры понятно что родители убитого ребенка бились в истерике а представители правоохранительных органов очень быстро установили картину трагедии и нашли убийцу выяснилось что пятилетний Витя отправился гулять с горстью карамелек в руке конфеты ему дала бабушка а на улице к Вите подошел 13-летний Иван и потребовал отдать ему все сладости слава у паренька среди детей была недоброй он родился с психическими отклонениями но все-таки переходил из класса в класс этой весной он окончил 6 классов пацан постоянно обижал младших и пятилетний мальчик решил от него убежать но подросток побежал за ним и следом догнал неподалеку от пруда воображаешь дети за твоим ребенком кто-то гонится тут картина простая не надо мыслить широко просто явно немножко непонятно догадаться можно рядом валявшийся обломок от черенка подросток снова обрезан этот текст ребенок который догнал его он его бил и отдай он не отдает ребенок и дальше мальчик крепко зажал их в кулаке что конфеты конфеты это леденцы на палочке подросток принялся бить ребенка черенком пока не разморжил голову полностью остановился он лишь тогда когда полностью голова была разморжена разморжена а сам он не не подавал что-то победитель собрал земли а ну а сам мальчик наверное не подавал признаков жизни уже расколотил голову мозги смешал ему победитель собрал земли несколько наверное конфет ну понятно что теперь не значит что делать его судить то нельзя и он заметьте сколько ошибок в первую очередь газета хорошая кажется называется честное слово как этот ребенок зачат в какое время который убийца здесь бабка бабка чем его угощает вредными карамельками почему она не научила ребенка бабка его родная бабушка сказала требующую тебе отдай ему она не научила там уже не надо говорить что ребенок с какими-то отклонениями какие отклонения он нормальный пока все отклонения у него не было отклонения он бы отклонился куда-то в сторону батюшка водой угости их всех банк святая вода которую привезли с ручья с источника дальше что делать с ребенком они не знают по мою закону знают вот один его нужно ликвидировать и все просьба одних детей по деревне не пускайте даже по деревне из-за поворота выезжает машина этот идет с какими-то вещами понес туда не посылайте вот воображение немножко развейте а вы нашего не видели не видели кто последний видел да никто его не видел он из дома вышел его никто не видел рядом у нас лагерь здесь однажды я иду а из-за лагеря вот здесь вот деревья-то мужчина выглядывает сразу мужчину арестовали кто такой неизвестно откуда с поезда с поезда приволокся сюда а мы отдельно посылаем детей ни шагу никуда у нас туалет маленечко закрывается сараем одна стоит на крыльце чтоб тебе видно было ее одну не отпускать ни шагу понимаете вот если бы сейчас родителям сказали вот эти меры предохранить и ребенок вернулся живой здоровый вы будете делать ну к себе примени я беру это только тут такое сколько раз я говорил в горный Алтай не ездите отдыхать это нехорошее место я на вокзале гляжу люди с такими рюкзаками большими я говорю откуда это а это с разных из Петербурга с Москвы приехали в горный Алтай почему здесь особое место связи с иным миром то есть с бесами они за границей приезжают в горный Алтай едут чтобы там поклониться сатане сатану и ты туда и ты туда едешь отдыхать ну эти приехали он сам журналист жена я не знаю кто там и двое ребятишек но ребятишки большенькие там 12 лет кажется 10 лет палатка но машина хорошая такая на которой можно покататься он пошел домой проходил мимо Руслан его звать а ему уже где-то лет 15 взял дядина ружье дяди не под замком рядом с камнем он за камень сел вот тут из палатки это было выходит отец он его сразу ухайдакал женщина услышала выстрел выскочила только он сразу застрелил ее а ребятишек этих булыжниками размажил голову всех четверех кинул четверых в реку досел на машину и поехал деревенских детей катать никто ничего не знал хватились уже там дни прошли этот парень Руслан уже отсидел все он теперь опять он приедет сюда может быть его сатана наклюкает я вам говорю важные вещи девочка одна идет пости не посылайте одних девочку берегите я каждый год говорю одна далеко где-то пасет гляжу он писан на втором мостике зачем вы это делаете а некому ну пойди сам некому найми некому вот сейчас бы сейчас девочка потерялась или корова что бы ты отдал ну отдал бы корову так почему тебе сегодня это не сделать-то лишись коровы дома корми сам все на коси она одна в поле в поле а у нее телефон да она забыла про телефон он подходит ложись и все кончилось я о чем вам кричу все время птицы слетаются к подобным себе если бы мы знали свою веру насколько это здорово быть православным понимать кого ты уверовал какой порядок какая чинность проповедь мне сегодня один в интернете скинул знаете вы сами не знаете что вы делаете у вас иконы между иконами надписи еще на лоне природы это создает такой эффект который словами не передать эффект а почему слово божие икон если бы не было не так бы было заметно а слово божие нас выделяет из общего ряда мы любим слово божие любим вот я простые примеры вам говорю помните прошлый раз было там где первый мостик пошли кто-то жгли сено которое мы привезли сожгли большие такие блоки вот таких неподъемных там дыра в них была и туда наложили чего-то и он лопнул и разлетелся проходит какое-то время ко мне на голубятню залезли и яду насыпали голубям гляжу мертвое я приносил сюда Игорь ты помнишь ну здесь я показывал где-то я что могу можно милиция найти милиция не может а что прошло как это я молился проходит какое-то время и приезжает человек а где он сейчас находит он скажет за тысячи километров приезжает меня вызвал отдельно и говорит это я все сделал я говорю а зачем ты делал голуби-то при чем он не мог ответить он пришел покаялся я говорю а кто об этом знает он говорит никто а как ты ко мне пришел покоя нет душа он я говорю тогда так пусть никто и не знает давай помолимся вместе езжай с Богом успокой свою душу голуби народятся кирпичей навезем ты с собой еще не сделаешь когда Господь берет душу написано страшно впасть в руки Бога живого Он потрясает его человека Он не дает ему покоя ни днем, ни ночью а вот я такая-то была там-то виновата из-за меня-то люди погибли да если бы я учила понимаешь это Бог дает людям совесть ни одного животного ее нету и вот в лагере у нас было придем на костер наши ребятишки деревенские сидят а бывает первые мы приходим лагерные ну мальчиков допустим 20 деревенские приходят берем его в одном месте Исааки в другом а один из деревенских он сразу прям сходу никого не смотрит никого не знает шагает прям почти по костру и садится разговаривать с тем который самый хулиган в лагерь которого мы говорит на уздечке держим привязываем за веревочку за себя чтобы где он пакости не взял деревенские сразу к нему почему? почему не сел вот кого я назвал впереди? не-не-не-кому у меня родной брат приехал лечить от алкоголя какую-то там не знаю вшивали ему или что-то и он стоит а когда он не пьет он так выглядит такой чернявый высокого роста и стоит он кажется отец Аким и мама моя и вдруг подходит один бомж вокзальный подходит они вот так вот стоят трое он сразу к нему подошел пойдем сообразим на троих он потом говорит а как он узнал что я алкаш как он птицы слетаются к подобному да я уже здесь два месяца он у меня жил и ходил лечился чтобы там его не знали его уже нет прямо сходу подошел эти двое стоят он не глядит он как надо одет и чистый ни запаха ничего нету сатана знает а что нам нужно знать что сатана думает о апостол Павел говорит нам не безызвестны умыса сатаны ты должен предвосхищать что сатана думает что он думает о том как погубить ее он будет день и ночь трудиться у него есть качество которое не мешало бы каждому иметь неутомимость эй вернись с дороги по дороге нельзя ходить кто по дороге ходит его задавит машина учи его на шаг не отходи я рассказываю вам то что вам очень понятно здесь птицы слетаются к подобным себе кому ты приходишь все благополучно с детьми нет из потеряевских женщин ко мне только одна приходила которая говорила я вот не знаю что делать и бывает и в холодильник залазит и в постные дни молостные съесть один человек только подходил у других этого значит нету или нормально а вот он вырастет а он не вырастет он не вырастет он уже вырос он не нужен и бог его сметет в свое время и когда начинаешь на это смотреть думаешь у бога как все высчитано господи сохрани нас от самих себя от наших мыслей вот эти дети идет великий пост приезжает автобус за автобусом автобусы по 60 человек детей там было примерно 500 подняли всех на седьмой этаж воспитатели им там показывают какие-то мультики интересные вы знаете эту экспедицию а то нынче зимой было в Кемерово и вдруг все загорелось а двери снаружи подперли говорят сожжено было 64 ребенка сегодня говорят врут это все больше 300 я не знаю цифру не ручаюсь но их даже нельзя определить дети превратились в пепел а что они думали а когда много детей вот у моей матери 12 было умер ну она может быть и сплакнула не знаю ну бог дал бог взял а когда он один это вся надежда была я теперь он ходит и что сына-то отправил туда сам генерал куда-то в Чечне а его убили говорит у меня вся жизнь пустая он такие надежды подавал так и эти дети подавали надежды кто-то музыкант кто-то с английским уклоном нет никого а что можно сделать спасти никак всем озеро такое там есть в Карелии сделать соревнования послали детей на лодках а вот он ветер 14 детей сразу утонуло некоторых я не знаю нашли или нет в Каспийском море так же там было в Течении вместе с воспитателем унесло и ищи на другом берегу там в Турции где-нибудь может спасти может только молитвы великий пост куда вы пошли кто-то там был или не был а теперь давай кадилом машет всех отпеваем со святыми у покой какой покой когда покоя-то и нету мы обманываем сами себя запомни правду птица слетается к подобным себе сейчас бы развернуть назад вот автобус приходит и кто-то подошел бы сказал дети не ходите туда вы сегодня все умрете там но таких людей то у нас нету почему нету в Америке есть один человек он везде становится ну вот от дороги там такое ограждение как папер такая парапет и он стоит и кричит люди покайтесь умер Христос за нас а у него спереди сзади написано Иисус зовет вас и подошли женщины там девушки вы лесбиянки вы в ад пойдете вы в ад пойдете покайтесь один подошел и его ударил но его кто-то снимает полиция стоит полиция подошла и говорит мужик ты бы потише маленько ой полиция мешает я им что уши разбил вы тоже повинны что народ такой растет и в это время в один день он переместился там готовится фестиваль песни какой-то нехороший и народ идет и он каждому не ходите вы сегодня умрете здесь бог вас покарает вот так жестами стоит не ходите вернитесь но в это время появляется женщина как мексиканка это все сегодня показано где-то и она среди толпы ходит и говорит Иисус покарает вас вы пришли гадость смотреть уйдите отсюда а в это время напротив здания там на третьем этаже где человек наготовил оружие много лет он все готовил себе какие-то снаряжения пулемет автомат и как только концерт начался он начал поливать всю эту толпу там я не знаю сколько больше ста человек может быть только убиты не считая раненых а эту женщину нигде больше не нашли а этот пропадет в другом месте значит ему бог показал не ходите сегодня вы умрете здесь умрете ты умрешь но не сразу ты ползать будешь еще теперь эти люди все вспоминают как он мог знать никак ревнуйте о дарах пророческих я не пророк я говорю вам но прошу еще раз умоляю если бы мог сказать то заклинаю девочек одних не отпускайте в поле детей одних никуда не отпускайте у нас в уставе написано никуда по ягоды надо выбери время сходи с ними поползай по ягоднику не ходите одни нигде вот он пошел мальчик домой никогда не вернулся бабушки леденцы послужили смертью а если бы он пришел к бабушке а бабушка из храма была она бы его привела и сказала как его там витя или как звать вот мы ходили в храм божий батюшка он совершает литургию а ты не крещеный у нас сегодня не крещеный ребенок был мы замучились с ним невозможно он стоять нисколько не может и когда оглашенный изыдик он до этого стоит вот так вот задом к алтарю и комаров ловит надежда васильевна пытается его а никаких он точно вот так вот рукой дергает наконец оглашенный изыдик и вышел я показываю где стою только вернусь с этой стороны уже вот так и ничего нельзя сделать я ни слова не говорю ну нельзя оглашенный двое стоят оглашенные он здесь я поклон сделаю гляну нету гляжу с этой стороны но это сегодня-то уже уже поздно поздно а ты бы услышал где есть верующая собирается да за руку а кланяется как могли научить кланяться он вот так вот махнет пальцы никак не сложны смотри сюда тут а дальше вот так вот у него крестного знамя никак ни разу не получается налево плечо ни разу вот сюда вот даже ниже патриарха а то патриарх иногда хоть подмышку сунет ну вы маленько смотрите хорошую дрожьбу заводите сегодня вам хватит этого я смотрю на вас вы собак берегите не пускайте не нарушайте устав и детей не отпускайте это тоже по уставам устава не будет она скоро не будет мне сегодня пишет Сергей парализован ну Игнатий держись вышел на прямую финишную на следующий год мне 80 лет будет прямая финишная кто поведет кто будет говорить или нам все равно все я попросил бы чтобы что я с вами был поговорить чтобы бульдозер заработал один раз мы еще два дня надо пробудем там прийти в это время сдвинуть у нас сломался в прошлом году гусеница слетела и он задвинул на дамбу а на другой конец уже никак я не пустил его потому что слетит гусеница там вообще не надеть и поэтому бульдозер прям на дамбе мягкая земля сдвинуть ее нам туда вперед мы ведрами таскаем а всего трое я я володя и вот Марина все мы столько сделали я утром даже слезть из кровати не могу еще пошевелюсь да кое-как коленками пол достану сколько мы там перемолотили ну удавлен-то не было Игорь приехал вчера чуть не завяз там потому что рыхлая мы утромбуем хорошо только два конца уже первые доски мы постелили подумай об этом как помоги нам сдвинуть если можно но главная задача чтобы ты не упал в озеро быстро умел тормозить а то я плохо знаю он тянет туда и что тогда две дверки открывай в какую сторону не дай бог так все все как duo кроватью и а у и к а а а и